Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами немного поговорим о символике распятия. Большинство из вас, конечно, знает, о чем сегодня пойдет речь, и что означают все эти буквы и символы, изображенные на Голгофском кресте. Но не один раз у меня бывало и так, что пришедшие в храм люди, а особенно же дети, подойдя к распятию в храме, например, во время экскурсии, в некой нерешительности спрашивали, «Батюшка, скажите, а для чего вот здесь изображен этот череп?» И показывали на небольшой черепок у самого подножия креста Господня. Вот об этом давайте сегодня с вами и поговорим. И прежде всего распятие – это, конечно, символ великой искупительной жертвы, принесенной Богом для избавления людей от вечной смерти и проклятия, которые стали следствием греха наших прародителей – Адама и Евы, их ослушания. Чаще всего мы с вами видим православный крест именно восьмиконечном. То есть помимо основной большой горизонтальной перекладины на вертикальном столбе имеются еще две маленькие перекладинки. Одна над ней, а другая скошенная внизу под ней. Вот верхняя маленькая перекладина означает не что иное, как дощечку, прибитую к кресту Христову перед казнью, на которой была написана вина распятого – Иисус Назарей Царь Иудейский. Именно это и означают сейчас церковнославянские буквы – И, Н, Ц, И. А вообще же, кто из вас читал Евангелие, знаю, что надпись была сделана на трех языках – латинском, греческом и еврейском. Что касается нижней, небольшой и такой наклонной перекладины, то она показывает нам два возможных пути. Один путь – это путь разбойника распятого по правую сторону от спасителя и покаявшегося. Эта перекладина показывает направление вверх, к небу. А другой путь – путь вниз другого разбойника, висящего по левую сторону от Христа, хулящего и отвергающего его. Голуговский крест всегда изображается на некоем постаменте, олицетворяющем гору, Голгофу, так называемое лобное место, где за городом Иерусалимом обычно казнили преступников. Говорят, что даже внешне она напоминает собой форму черепа. А черепок внизу этого постамента символически изображает череп Адама, нашего прародителя. Буквы Г, А и означают «грех Адама». Если мы с вами внимательно присмотримся к иконографическим образом, то увидим изображение того, как кровь Христова из пробитых гвоздями его ран стекает на этот символический Адамов череп, омывая его первородный грех. Также среди надписаний имеются буквы М, Л и Р, Б, которые означают «место лобное» и «распят бысть». Кроме всего перечисленного с обеих сторон от Креста Господня изображаются копье, которым были прободины ребра Спасителя, и трость с губкой на ее конце и напитанной уксусом, которым, возможно, несколько облегчали жажду казненных преступников. Вы можете видеть рядом с ними буквы «Т» и «К». Вот они-то и означают эти вышеупомянутые атрибуты «копье» и «трость». Ну и, конечно же, надпись «Ника». Это слово по-гречески означает «победа». И жестокое орудие смертной казни становится символом любви Бога к людям и знаменем победы над грехом, проклятием и смертью. Такая вот сегодня у нас очередная беседа о символах христианской веры и спасения. В конце, как обычно, благодарю всех за внимание и комментарии. Пользуясь случаем, приглашаю вас в мой Инстаграм или ВКонтакт. Найти меня там нетрудно. Иерей Борис Гущин. Там в основном стараюсь радовать вас фотографиями и иногда пишу полезные тексты. В общем, приглашаю, жду всех и до новых встреч. Дорогие друзья, братья и сестры.